Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня для нас особенный день, потому что мы сегодня совершаем Божественную Литургию в тот день, когда Иисус впервые совершил ее с учениками Своими на последней трапезе, которую мы называем Тайная Вечеря. И о ней Он сказал «Сие творите Мое воспоминание». И это воспоминание не просто о человеке, который когда-то жил, закончил свою жизнь, которую мы никогда не увидим, как всех, кого мы знали в этой жизни. А это воспоминание о том, кто сказал нам «И вот я с вами во все дни до скончания века». И Он действительно присутствует с нами, благодатью Святого Духа, свою силу с нами немощными, такими грешными, слабыми, безвольными, обидчивыми, завистливыми. Знают все наши эти немощи и присутствуют с нами. Потому что Он сказал «Приходящего ко Мне я не изгоню вон». И поэтому нам так важно, что тот, кто с нами сейчас, кто, несмотря на свои недостатки и грехи, тем не менее любит Его, любит Его Слово, приходит к Нему и хочет, чтобы Он в нас действовал. Вот мы все предстоим сегодня. И сегодня день Тайной Вечери. Причастие. Причастие – очень важное слово. Причастие, то есть приобщение к какому-то важному, значительному явлению. Мы все с вами причастны окружающей нас природе. Мы все состоим из тех же элементов, с которыми состоит окружающий нас мир. Мы все дышим воздухом, пьем воду и так далее. И если мы хоть на секунду оторвемся от природы, мы перестанем существовать. Но мы причастны также и тому духу благодати, который живет в нас. Тому особенному, что отличает человека от всех сотворенных существ. И вот Господь приобщает нас к себе. Приобщает через хлеб и вино. Это главная пища людей и в то время, и сейчас. Они являются символом жизни человека. И вот, если Господь делает нас причастниками своего дела, причастниками его жизни, чтобы наполняли мы себя, его силу, его благодатью, его мудростью, его любовью, становились похожими на Создателя мира. И вот Дух Святой освящает эту трапезу по нашей молитве. Превращает эти хлеб и вино в то, что Господь сказал. Это тело мое, это кровь моя. И у нас на самом деле нет права подойти к этой чаше. Потому что настолько мы далеки и несовершенны. Настолько мы постоянно каемся в одном и том же. И снова и снова это повторяем. Мы это прекрасно знаем. И мы приступаем только по милости Божией, по его благодати, по его любви, именно надеясь на то, что Господь принимает нас, так как Он принял разбойника в последние минуты его жизни, исповедующего его как Христа и Господа. И вот сегодня мы приносим покаяние и просим, чтобы Господь, как и говорится в молитве, чина Божественной Тургии Василия Великого, соедини нас друг к другу во единого Духа Святаго, причастия, то есть приобщения, чтобы мы были напоены этим Духом. Духом, который дает нам силы любить, силы переносить страдания, горести, трудности, дает нам веру в то, что это все принадлежит только этой земле, а Господь нам даст новое небо, новую землю, новую жизнь. И об этом свидетельствует прежде всего Его воскресение, потому что если Господь воскрес, это значит, что гибель была не просто гибелью одного из многих людей, мечтателей, благородных людей, которые отдавали свою жизнь, но погибали, и все оставалось точно таким же. А раз Он воскрес, значит, Он действительно Сын Божий. Значит, действительно, смерть Его не была трагической неудачей, а была именно жертвой. Жертвой, которая спасает, которая меняет весь мир. И когда мы причащаемся Ей, мы тоже изменяемся, мы тоже становимся на путь приобщения вот к этой жизни Божьей, жизни вечной. Аминь. Спасибо.